Физиология – наука о сущности живого жизни в норме при патологиях, то есть о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы жизненных процессов и болезненных отклонений от нее. Физиология представляет собой комплекс естественно-научных дисциплин, изучающих как жизнедеятельность организма в целом, так и отдельных систем и процессов органов клеток, клеточных структур. Физиология стремится раскрыть механизмы регуляции закономерности жизнедеятельности организма и его взаимодействия с окружающей средой. Физиология изучает основное качество живого, его жизнедеятельность, составляющие ее функции и свойства, как в отношении всего организма, так и в отношении его частей. В основе представления о жизнедеятельности находятся знания о процессах обмена веществ, энергии и информации. Жизнедеятельность направлена на достижение полезного результата и приспособление к условиям среды. Физиологию традиционно делят на физиологию растений и физиологию человека и животных. В медицине физиология вкупе с анатомией и гистологией является базисной теоретической основой, благодаря которой врач объединяет разрозненные знания и факты о пациенте в единое целое. Оценивает его состояние уровень дейспособности, а по степени функциональных нарушений, то есть по характеру и величине отклонений от нормы важнейших физиологических функций, стремится устранить эти отклонения и вернуть организм к норме с учетом индивидуальных, этнических, половых, возрастных особенностей организма, а также экологических и социальных условий среды обитания. При коррекции нарушенных функций организма следует обращать внимание не только на особенности влияния природно-климатических производственных условий среды обитания, но и на характер антропогенного загрязнения, количество и качество вредных высокотоксичных веществ в атмосфере, воде, продуктах питания. Краткая история физиологии человека. Первые работы, которые можно отнести к физиологии, были выполнены уже в древности. Отец медицины Гиппократ представлял организм человека как некое единство жидких средств психического склада личности. Подчеркивал связь человека со средой обитания и то, что движение является основной формой этой связи. Это определяло его подход к комплексному лечению больного. Аналогичный в принципе подход был характерен для врачей Древнего Китая, Индии, Ближнего Востока и Европы. Однако до XVIII века физиология развивалась как часть анатомии и медицины. В 1628 году врач Уильям Гарве проверк ранее считавшиеся аксиомы взгляды, что артерии живого человека наполнены воздухом, и правильно описал работу сердца и кровообращения в живом организме, положив начало современной научно-экспериментальной физиологии. Направление физиологии Физиология включает в себя несколько отдельных взаимосвязанных дисциплин. Молекулярная физиология изучает сущность живого и жизни на уровне молекул, из которых состоят живые организмы. Физиология клетки исследует жизнедеятельность отдельных клеток и вместе с молекулярной физиологией являются наиболее общими дисциплинами физиологии, так как все известные формы жизни проявляют все свойства живого только внутри клеток или клеточных организмов. Физиология микроорганизмов изучает закономерности жизнедеятельности микробов. Физиология растений тесно связана с анатомией растений и изучает особенности жизнедеятельности организмов растительного мира и их симбионтов. Физиология грибов изучает жизнь грибов. Физиология человека и животных представляет собой логическое продолжение анатомии. Гистология человека и животных имеет непосредственное отношение к медицине. Ввиду того, что эти отдельные дисциплины, в свою очередь, не только имеют собственную специфику, но также разнообразны, выделяют такие дисциплины, как физиология фотосинтеза, физиология хемосинтеза, физиология пищеварения, физиология труда, физиология кровообращения, которая изучает работу сердца и сосудов, электрофизиология, изучает электромагнитные процессы при работе нервов и мышц и многие другие. Нейрофизиология занимается нервной системой. Физиология высшей нервной деятельности изучает высшие психические функции физиологическими методами. Физиологические организации Институт физиологии М.И.П. Павлова РАН основан в 1925 году. Институт физиологии растений М.К.Тимирязева РАН основан в 1890 году. Как кабинет преобразован в Институт в 1925-е, переведен в Москву в 1934-е. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СУРАН основан в 1961 году. Институт эволюционной физиологии и биохимии М.И.М.Сеченова основан в 1956 году. Научно-исследовательский институт нормальной физиологии М.П.К.НО ХИНАРАН основан в 1974 году.